Рак. Такой диагноз врачи поставили Маргарите Чученковой еще 8 лет назад. Женщина рассказывает, первая реакция – испуг. Но затем ему на смену пришла решимость бороться с недугом. Рак – не приговор, заболевание, которое лечится. Актеры прошли через это, через рак. Поэтому нечего бояться, надо идти только вовремя, нужно проверить себя. Потому что, ой, ладно, как мы обычно говорим, ой, ладно, ой, ладно. Вообще бояться нечего, нужно беречь себя. Мне, правда, 72 уже, но я берегу. Успех лечения во многом зависит от своевременного обращения. Чтобы выявить рак груди как можно раньше, женщинам за 40 в профилактических целях нужно раз в два года делать маммографию. Тем, кто моложе, показано УЗИ. Причина возникновения рака неизвестна. Медики говорят, есть предрасполагающие факторы. Газ и бытовая химия могут спровоцировать заболевание. Чтобы не было у женщины рака молочной железы, я всегда говорю, надо ее посадить в стеклянную банку, чтобы на нее ничто не делствовало. Ни муж, ни работодатель, ни дети. Щи варить нельзя на газовой плите. Утюгом гладить нельзя. Полы мыть вредно. Немаловажную роль играет питание. Лучше отказаться от жареного, консервов и солености. Налегать на натуральную пищу. Чем меньше красителей, стабилизаторов, эмульгаторов, консервантов, тем больше шанс на счастливую и здоровую жизнь. Очень полезны сухофрукты. Например, инжир очень полезен, то есть препятствует развитию рака. Также это орехи, то есть и миндаль, и грецкий орех, и кешью. Сейчас зимой я за то, чтобы мы больше употребляли курму, да, самый такой, мне кажется, полезный ягод. С каждым годом методы лечения раковых заболеваний становятся все современнее. Появляется новое оборудование, совершенствуют свои квалификации врачи. Но еще в древности Авиценна говорил, в каждом из нас живет внутренний целитель. Не только лекарства лечат рак, но и вера в исцеление. Мария Иваткина, Сергей Баскин. События.